Бывает редко. Такое редко бывает даже. Можно сказать, практически не бывает. Только что было первый раз. Да вот так же, представить день. В общем, это интересный момент. Сейчас вы соберетесь, я расскажу, что только что было. Мне только что звонок поступил. Я из-за этого вышла из прямого. Ну, думаю, сейчас ладно, раз звонят. Алин, хуе за хо. А, ты голодная? Не голодная? А что ты тогда хочешь? Сладкая? Все. Если ты хочешь нормальную еду, это другой вопрос. Есть фантик. Что есть? Фантик. Фантик? Нету. Ты хочешь попугаю дать? Ты его лучше в клетку загони теперь. Квест пройди этот. Загнать попугаю. А? Ну, попробуй. Короче, Дот, так же представить, где? Сейчас мне звонок поступает. Я отключаю прямой эфир, выхожу туда-сюда, думаю, ладно. Оказывается, сначала был абонент, короче, неопределенный номер. Вот, тайный абонент. Как это называется? Не, не... Ну, вы поняли. Вот, номер не определился. Я скинула, думаю, не знаю, кто это. Сразу же перезванивают, номер определяется 928. Я, алло, да. И мне говорят, что-то, что-то, Мухаммад. Я такая, Мухаммад, сои. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Мет Юи, ну, сояц, ну, хотя жим-жим. А вот Алинка, она, знаете, она иногда, вот мы куда-то идем, она поест, потом через полчаса опять я хочу есть, хочу есть. Но вчера мы ходили кушать, она вечером уже. Вот после мяса она уже не голодная бывает. А все остальное? Так. А, Булат Дакуев. Дедик Хэл. Я видела, что ты мне ватсап писал, а ты не ответила на мой вопрос. Люди, засыпьте ей, заспамьте ее. Вот я хмобил. Заспамьте ее этим вопросом. Завтра в поход идешь. Смотрите, завтра, да, я так поняла, что вот этот поход, который большой устраивается. Дело в том, что я, вообще у меня был интерес пойти в поход, но мы были тогда на этом заседании. И дело в том, что этот поход в одну сторону 45 минут примерно, плюс-минус, и в обратку 45 минут. И все, отдох, отдох, дик-дох, прилетел, улетел. Вот. И что я говорила? Ну, а, и, в общем, этот поход... Сабар, дел, сабар, дел опять не пишут, когда мне прямой эфир. В общем, он очень, ну, для меня, для меня, как не для подготовленного человека, я впервые, вот, если бы и пошла, то в поход впервые. В общем, ну, физически, короче, я не готова. Честно вам скажу. Я вот по городу люблю гулять, могу часами гулять. А вот когда там подъемы, спуски, я один раз упала на нихолойских... Ну, ты выпрями спину, во-первых, чтобы тебя показать, ты сделай нормально, как будто ты его не боишься. Сделай вид хотя бы. А валяй, а валяйся долго. Нельзя. Ну, все, короче, он улетит, перелетит. Но я не могу его взять, он на руки не идет, только сюда. Да, покажи подписчикам. Потом. Сейчас не хочу. В общем, очень хочу я попасть в этот поход. И хотела, но для меня это физически будет сложно. Кстати, Булат, скажи, я вот что-то мне интересно. Много народу там уже собралось? С чего ты начала учить? Ну, ох, чимот. Я начала учить, потому что мне... Ну, я здесь работаю, и постоянно, когда мы, например, берем интервью... Да ладно, интервью, интервью еще на месте там могут помочь перевести, даже на работе. Алина, ну, хватит, пожалуйста, да, я поговорю. Серьезные разговоры здесь. Вот. Дело в том, что, когда мы выезжаем на выезд, люди разговаривают на чеченском. Малый процент... Ну, как, нет, я неправильно скажу. Они, люди-то знают русский, но в основном между собой разговаривают на чеченском. И мне важно понимать, о чем они говорят. Бывают какие-то моменты, где реально, вот, знаете, бывало нужно сориентироваться. Я знаю, да, странно, что человек... Ну, хотя, в принципе, не так странно, я могла бы обойтись и русским языком, но мне хочется развития здесь, именно в этой сфере, поэтому мне необходим чеченский язык для работы, для успешной работы. Для того, чтобы, знаете... Ты уронила пакет с кормом? Нет. Корм не уронила? Нет. Не рассыпала? Нет. Звук подозрительный был. Ну, ладно. Вот, в общем, что я хотела сказать. Из-за этого я начала учить чеченский язык, для того, чтобы у меня все гладко было на работе. То есть, ну, знаете, элементарные бывают моменты, когда, там, мы на выезде, даже знают... Все же знают уже, что, там, я русская, туда-сюда. Вот, но все равно на чеченском, там, когда куда-то пойти. Отойди, бывают какие-то резкие, там, нужно что-то куда-то как-то, там, или, там, где-то встать и так далее. Когда операторы настраивают камеру, они тоже ног чему отбить. Так что, в общем, ну, для работы изначально. Потом я понимаю, что, конечно, здесь и в людях, когда ты вот уже просто идешь по городу, тоже все говорят на чеченском. И иногда ко мне... Сегодня, пример, сегодня я села в такси, мы сюда ехали с Алинкой. И мне водитель, он меня спрашивает... Цау-вуй? Что-то такое. Вот как-то так он спросил. И я его понимаю, потому что эту фразу, в принципе, изначально я еще и помню с маршрутки, еще когда я чеченский не учила. И вы знаете, у меня такой ступор, я вот так смотрю, и я понимаю, что я-то поняла правильно, ну, в смысле, кто-то, типа, еще будет, или что он имел в виду? Я ему говорю, что? Он еще раз повторяет уже по-русски. И я такая думаю, ну, я-то поняла это как нужно, низ. Но вот почему он это спросил, я не поняла. Ну, типа, кто-то еще придет, или мы уже можем... Ну, хотя мы уже поехали, поэтому я немного не поняла, почему он это спросил. И вот видите, странно, эта фраза, она используется, ну, для меня, вот как я привыкла это слышать, только в маршрутке. Ну, он это спросил и в такси. Ну, в общем, интересно, Кетишу. Так. Булат, я сейчас отвечаю, я ищу твою... Я... Ой, оставила. Сейчас собрать ее. Так, заблокировать. Заблокировать. Да. Ева, худи, где купила? Девчонки, если... И мужчина тоже, и дети, вообще все, если вы хотите какие-то... Этот... Этот... Это худи мне отправила Айша из Берлина. То есть она там покупает в оригинальном магазине, сюда отправляет. Если вдруг вам нужно, напишите ей. Я там уже контакты оставляла, но я еще продублирую еще, если нужно. Напишите в директ, если хотите заказать. Я вам ее страничку просто отправлю. Моя подруга, которая там покупает, сюда отправляет. Мы решили... Ну, изначально она мне отправляла, и мы решили попробовать, чтобы... И подписчики, девчонки отсюда, может быть, даже вот я тоже так рассказываю, там, где бы я ни была. Кто, когда она меня видит, спрашивают, а где ты купила? Вот. И, в общем, кто хочет оригинальные вещи, именно брендовые, то пишите. Просто знаете, в чем интерес? Там, в Германии, там же могут быть хорошие скидки. То есть тут нету никакой аренды магазина, мы ничего такого не арендуем. Даже интернет-магазином не назовешь. Просто с рук, вот, если вам нужно, то мы привезем. Никакой наценки. То есть вам выгодно. Нам приятно, что люди будут здесь тоже носить оригинальные бренды, и я вам сама их привезу. Ну, то есть имеется в виду, но, в общем, все равно это какое-то взаимодействие, круто бывает. Так. Идем дальше. Кто там улетит и прилетит, покажи нам. Ой, Лина его убрала в клетку. Это Са-Тоти. Тоти-Бу, Са-Бордел, Тоти-Ду. Тоти-Ду, да? Жал-Ду, значит, и Тоти-Ду, наверное. Или Тоти-Ю. Нет, не Ю. Ду даже. В общем, это мой попугайчик. Имя до сих пор мы не знаем. Иногда Ранго его называем, иногда Попугай, иногда Птица. И много других-других совершенно разных имен. В общем, это Попугай. Вот. Знаете, Попугай... Господи, я же вас заблокировала. Собрать дело, я пожалуюсь. Попугай умный. Попугай умный, да? Не то слово. Сейчас. Все. Я пожаловалась. Угу. Что это такое? Выброси. А, это от кофточки. Прошу, ты снимаешь. А, ты играла? Туда оставь. В общем, что я хотела сказать. Попугай действительно умный. Знаете, он ко мне уже привык. И у нас такой контакт. Вот, например, с Алиной он тоже взаимодействует. Но, например, все-таки он как-то немножко дерзкий. Да же, Алин? Ага. Да. На руку не берется. На руки вообще. Но ко мне он тоже. Тимур сказал, что человек 20 максимум будет. Да, действительно, вот в этом походе. Кстати, кто еще не записались, запишитесь обязательно. Завтра уже этот поход будет. Но мне кажется, что он уже набрал по-любому. Столько народу. Просто элементарно даже я вот рассказывала об этом в своих сторисах. Там, ну, даже я не помню, сколько тысяч человек туда перешло. Вот, мне кажется, набрал. Так, кто-то говорит, какой-то подарок я сделать кому-то должна. Хунда я должна кому-то сделать подарок. Так, где ты работаешь? В ЧГТРК я работаю. Can you speak Arabic? I can't. Так, ахудяши. Ничего, сейчас буду выезжать. Так. Хава, вы родом с Грозного? Нет, я родом из Москвы. Так, так, так. Идем дальше. Про Худи уже сказала. Давайте я вниз немножко. Меги можно, да? Что? Кто-то говорит, нужна реклама. Напишите мне... О, кстати говоря, ассалям алейкум, Дэдик Хэл. Нужна реклама, говорят, напишите мне в этот, в директ. Если посмотрим, что у вас там именно. Если это что-то хорошее, то может быть... Но имеется в виду, я не говорю, что у вас что-то может быть нехорошее. Но если это будет что-то полезное для подписчиков, то может быть. Так. Влад говорит, худи для худых, толстовка для толстых. Ну, как бы мужская логика, возможно, и такова. Но нет, на самом-то деле, нет, конечно. Худи это самое, это просто четко, это удобно. Вы надели это худи, просто обычную юбку и что-нибудь сверху клевое. И пошли, кайф просто. А вот у этой еще внизу, внутри, видите, вот. Такая флисовая подкладка, очень теплая. Ну, прямо вот, например, здесь я сижу, мне не жарко, но на улице не холодно. Так. Дальше, идем дальше. Ты замужем, я не замужем. Хова, худо. Так, так, так. Идем дальше, идем дальше. Мухаммад какой-то спрашивает. Ты знаешь, кто я? Не знаю. Так, опять про Худи. Про Худи уже сказала. Напишите в директ, кто еще не слышали про Худи, я вам напишу. Так. Птица Ю. Ну, птица Ю, да. Но еще ног чему-то нужно сказать Тотти. Тотти попугай. Кстати, просто Тотти. Вот я читала, было Тотти, именно в этом, в рассказе Тотти пишется с одной Т, но я почему-то думала, что Тотти, но с двумя Т, но нет. Вот. Кто-то говорит, сменю имя, я Юсуп. Так. Назовите. О, какая крутая идея. Хавсиш, хавсиш. Назовите попугая воробей. Так, Тотти, это же Джениус, это просто мочок гениальный. Назовите, это Алинчик, пожалуйста, не этот, пшу-пшу тут так вот делаешь. Люди же все слышат. Им это, ну, наверное, как-то немножко громковато. Что я хотела сказать. Воробей, это Джек Воробей. Мне кто-то уже писал в директ, Джек Воробей, что-то такое было. Но, по-моему, было какое-то другое имя из этого фильма. А вот просто Джек Воробей. Можно его называть Джек, но при этом понимать, что как Джангу у меня... О, Джей, Джей тоже. Ой, Хавсиш, Хавсиш, это прям вообще, это прям гениально. И можно его называть, например, Джек, и Джангу тогда не пойдет. Потому что Джангу, когда я кота называла Рангу, он все время вот так, куда на меня смотреть. Он, ну, он же слушается, все время ему Джангу, Джангу, он приходит. Так, он очень прям сразу. Дальше. Кто-то спрашивает за Юсупа, когда выйдешь замуж. Я не собираюсь за Юсупа замуж. Мы просто коллеги, с чего взяли, что мы решили выходить за друга. Кто-то пишет, ну и аудитория у тебя. А что не так с аудиторией? Ну, знаете, если есть где-то невоспитанные люди, я, конечно, не все комментарии вижу. Но это их проблемы, а не мои. Нет, Алиса, нет, нельзя, не надо. Он сейчас возьмет эту шоколадку, он раскрошит эту фольгу. Мне опять там все убирать. Цаляс он, я не хочу, пожалуйста, не надо, прошу тебя. Поиграй с ним, его игрушечками всякими, там, всякими весюлечками. Вот этим поиграй, пожалуйста. Можно походить за эти шоколадки? Что? А, ничего. Так, мне 24. Черемшу будешь, буду. У меня же есть, из-за того, что у меня вот эти дни, вы не представляете, все эти дни, сколько вот, ну, наверное, вот, ну, какую уже, вторую неделю, очень-очень-очень большая нагрузка. Вчера я у Евы оставалась, до этого я прихожу домой, что-то сделаю, спать ложусь. Буквально пару дней назад, по-моему, если ошибаюсь, пару дней назад я заказала черемшу. Но я говорю, настолько устала я, что я-то никак ее все не приготовлю. Она лежит у меня свеженькая в холодильнике. Вот, и видите, уже как паразит вот это вот окончание, которое я начинаю ко всему, ну, приставлять. В общем, я хочу эту черемшу приготовить до такш. В общем, тахана, иншаллах, я сделаю, я вам покажу. Это будет нереально жалко, нельзя всех угостить. Ну, и как бы там, мне кажется, немного, я заказала один этот килограмм, по-моему, или вот как-то так. Вот, ну, все равно я вам покажу, потому что это очень вкусно. Можно будет весь процесс приготовления. Ну, можно будет, почему бы и нет. Вот, мне очень нравится черемша. Ну, и так, кто-то говорит, я своего сына теперь называю Юсупш. Прикольно. Так, как смотрят на твой путь твои родители? Ничего, нормально, уже хорошо. Так, ты сейчас будешь здесь жить? Ну, я здесь, альхамдалила, и как бы пока никуда не собираюсь перейти. Вот. Хотя в начале этого года, помните, я говорила, все, я уезжаю, я уезжаю. Ну, бывает такое. Вообще, бывает такое, если честно, у меня бывало раньше периодически часто. Я хотела, наверное, каждый месяц просто, все, я все оставляю, все бросаю, ничего не хочу. Но с начала этого года я немножко пересмотрела свои взгляды и по-другому начала уже вести дела. Я поняла, что мне нужно думать о себе. И просто я стала на какие-то моменты внимания, как бы, знаете, на какой-то негатив пропускать его мимо себя. Альхамдалила, Машалла. Вот сейчас просто даже вам не рассказать, насколько это работает. Работает думать о себе. Так. Так, 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 сколько тебе лет? 24 опять. Так, так, идем дальше. Понятно, понятно. Вы мне вчера не ответили. Ну вот, вы бы сразу написали, на что я вам не ответила. Было бы лучше, я бы вам сейчас ответила. Алейкум ассалям. Чтобы не сглазили тебя красную надела. Но я об этом не думала. Так, идем дальше. Так, Марха говорит. Вы мне не отвечаете, я вас вчера пригласила. Так, а я, да, я, наверное, не видела. Так. А кто я знаешь, мне говорят. За КРА Хамзатов. Ой, мне, кстати говоря, написали. А мы разве не работали вместе? Мы разве не работали вместе? Или мне кажется? По-моему, это твоя страничка, да же? Так. Химчистка 95. Рекламу мы должны сделать хава. Тебе скидка будет. На химчистку. Кстати говоря, я здесь уже делала химчистку. Приходили ребята, я отмечала их страничку. Если кому нужно будет, опять посоветую. Пишите, просто в директ я вам буду отправлять. Все, чем я тут сама пользуюсь. Это просто бомба, вы не представляете. Но надо делать эту химчистку хотя бы раз в 3 месяца. Мне домашние родители сказали. И я вам что хочу сказать. Свежесть нереальная после этой химчистки. Дот, так, шпех, мобил, но, суна, еза, йохш, ара. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Продолжение следует...